Всем привет, друзья! Смог даже до дома, до своего, до второго, до второй усадьбы доехать на самокате, смотрите. Папа мой сейчас будет дом смотреть. Ну и пойдемте посмотрим не спеша. Взяли кое-какой инструмент. Да, помните, я вам говорил, что здесь озеро похоже. И здесь действительно видно, что вода. И вот мой дом, усадьба номер три. И первое, потому что усадьба моя. Второй дом на Алтае. Третий, этот и четвертый на юге. Ну пойдемте. Да, приходи, пап. Вот этот. Нет, вот он. Ты не против, я тебя снимать буду? Не против, я тебя снимать буду? Вот, заходи. Да? Да. Давай, Розак-то. Да давай. Да, сарай снесем обязательно. Вот этот сарай под снос. Многие пишут оставлять, а смысл его оставлять-то вообще непонятно. Вот дом. Те, кто не видел, давайте вокруг него обойду. Ну, бревенчатый дом. Ну да. Сарай правильно, снести, я тоже снести хочу. И открывай сарай? Да, ключи есть. Там хлама навалено очень много. Отсюда тоже ход, да? Да, сейчас замок повесим новый. Это летняя кухня. Это оставить. А душ говорили. Ой, это не летняя кухня, это душ как раз. Ну, пойдем посмотрим. Летний душ. Очень странный запорный механизм, видите, оригинально. Ну, душ принимать летом можно. Почистить все, посмотри. Нормально. Нормально. Ну и вокруг, вот, это дрова пригодится, кстати. Сарай тоже на дрова пойдет. Забор чуть поправить. Ну, есть куда руку приложить, а забор покрасить его. И смотрите, кстати, достаточно оригинально огорожен. Это что, холодильник? Да. Ну и вот участок достаточно большой. Здесь 18 соток. Если мне память не изменяет, по-моему, вот эта усадьба 18 соток. Много. Как весной здесь будет. Ну, вообще, и говорят соседи, то, что дом высоко, участок высоко. И достаточно быстро вода уходит. Вот, до конца, вот там столбики, видишь, в конце. И до деревьев, до больших. До деревьев. Да. То есть, достаточно много, да. А вот сюда? И вот сюда, да, вот. Ну, перед дом его немножко. Но 18 соток похоже на правду. Ага. Ну, документы есть. Все это есть, как он называется правильно. Реестр. Ну, большой участок, на самом деле-то. Вот дом. Стеклорез. Я взял стекла, если есть, сейчас сразу, может, и застеклим. Шифер, видите, нормальный. Старый, но послужит еще, да. Дом крепкий. Деревья, конечно, в упадок уже пришли. Скорее всего, вишни или яблоня, я не разбираюсь. И береза, красота. Очень красивая береза. Очень нравится. В общем, в порядок привезти этот дом последний. Это уже Мещерский лес. Вокруг. Сейчас замок новый повесим. Замок скурчен, соль. Что? Замок скурчен. Я принес, да, все. Замок скурчен. В общем, так. Я пока здесь не прибирался. И сейчас даже забыл мешки для мусора взять, чтобы прибраться. Понятно, что все надо здесь убрать. Шкаф выкинуть. Печку русскую уже затапливал. Нормально все. Здесь подвал. Но говорю сейчас даже вот не до этого сейчас. Все нужно делать. Счетчик на улице выносить по новым правилам. Заходи, пап. Первый раз заходишь в дом. Тут прибираться и прибираться, конечно. Вот приберю. Так как? Нормально? Топили? Да, протапливал. Дымит немножко, но в целом нормально. В общем, красоту здесь навести и вполне будет дом с большой комнатой и кухней. Ну, хорошо. Вид из окон вот такой. На миссеру. Да, да. Здесь никто не умер. Здесь они, кто продал. У них бабушка по здоровью уже сюда не ездит. В Москве. Сами им этот дом не нужен. Они его год продавали. Я не знаю. Вряд ли. Нормально. Здесь полноценный есть чердак. Я туда уже лазил. То есть там можно какие-то вещи держать. Травы сушить, грибы. То есть там чердачное помещение. Оно нормальное. Ходить можно, пол не проваливается. Кухня, которую тоже... Я бы окон, конечно, больше сделал. Но тоже, да, это кухня. Ей можно уже пользоваться. Ну, прибраться и все. А вот здесь все. Нет, там огородили просто на второй этаж. Там чердак. Не второй этаж, а чердак. Обычное чердачное помещение. В общем, все переделать, сделать. И вполне нормально будет. Крепкий фундамент. Все разобрать. Весь хлам. Всем этот дом нравится. Не знаю почему. Он хороший, да. Хлам убрать и все хорошо будет. Видите, даже они воду сделали. Слив. Ну, электрички рядом, безусловно. Зато в пешей доступности. Пойдемте, пройдем еще. Видите, слив даже есть уже. Не видно было под снегом. А здесь, здесь у нас сколько сейчас по нынешним меркам все это дело. Сколько кирпич стоит вообще, ребят. Да, дом живой. Полы живые. Вот. Подпол. Что там? Что там? Да, хлам всякий. Видишь? Да, ножки. Ключ не находил. Не знаю, есть там газовые баллоны или нет. В общем, жду, когда все растает и первоначального плана сюда уже заходить, прибираться, прибираться, прибираться уже, когда снег стает и земля высохнет. Вот, высокий, крепкий дом. Да, с виду не козис, вон кусок шифера еще оторван. Но чердак сухой. Земли много. Вон сколько земли вокруг. Ну, все это пилить, видишь, запустили деревья, их уже, наверное, не вылечить. Бензопила есть, да. Еще раз, вы представляете, как классно здесь будет летом, когда все зеленое. Здесь, кстати... Нет, нет, здесь, кстати, говорят, священник купил 6 соток. Не знаю, будет строиться или нет, я его еще не видел. Я здесь всего четвертый раз, все отложено до весны. Здесь, где-то здесь буквально вот вода. То есть, именно центральное водоснабжение, и подключить его к дому можно. Канализация вот здесь, водоснабжение, труба здесь подходит. Вот, где-то вот здесь. Ну, еще надо подумать, потому что кубометр дорогой. Может, имеет смысл купить насос, как у меня, согревающий кабель и вырыть колодец новый. Надо посчитать все, смотря сколько пользоваться. Вот туда дальше я еще не ходил. Забор поправим, сарай снесем. Жду, говорю, жду, когда все растает. Надо же, прудик небольшой. Вот, комары здесь и без воды есть. Это Мещера, это Владимирская область. Комаров здесь много, я знал. Вот это, да? Болото. Не болото, а вроде как прудик. Вода чистая, говорят, да. Но сейчас хотя бы ходить можно. Наст такой крепкий. Хоть пройду, посмотрю, что здесь вдоль участка. Слушайте, ну красота просто. Живешь в лесу. Усадьба 2 тоже классная. Здесь прям вообще. Слушайте, прям настоящий лес у дома, да? И опять же говорю, это все умножьте в 3-4 раза. Красоты, когда здесь будут птички петь. Ой, красота будет. И сейчас-то вот зелени есть, хоть и зима. Но вот эти все березы, когда будут зелеными. Красота. Просто красота. Здесь непонятно, что за яма, откуда. В общем, надо все, говорю, смотреть именно весной. А забор, я говорил, почему они такой основательный. Потому что многие ходят сюда и местные, и, соответственно, дачники. За ягодами, за грибами это конец деревни. Поэтому, как мне объяснили, они такой основательный забор поставили. Не из-за безопасности, а чтобы просто их видно не было. Слушайте, ну классное место. Реально классное. Вообще просто лес. Живешь в лесу. Просто красоту навести. И дом покрасить. И все красиво сделать. И замечательное место для жизни. О, смотрите. Кто-то повесил сюда. То ли год свиньи был поросенка, то ли еще просто так. Прикольно. Отлично. Отходит? Да, отлично. Отлично. Вот такой замок крутой. Хороший замок. Ну и новый замок. Понятно, что дверь здесь будет новая, явно. Не будет же такое все древнее. В общем, все отлично. Все, супер. А это еще и защита. Да, слышно электрички, конечно. Но я знал. Зато здесь рядом пешком цивилизация. И платформа электрички до Москвы, и магазины. А ключ есть, пап. Сейчас я найду. Я открывал тот замок. Сейчас посмотрим. Ну, там хлам один. Чувствую себя героем какого-то квеста, ребят. Или даже не хочется аналогий. Типа там Silent Hill, Resident Evil. То есть какие-то старые замки. Смотрите, с узором каким крутым. Сейчас попробую открыть. Замок, наверное, сбить придется. Он весь заржавел. Куча ключей. Проволока какая-то. Я в прошлый раз рассказывал. Вообще, конечно, забавно. Ну, как? Хлама здесь. О, я уже тогда заходил тоже. Кое-что. Ботка полезная. Вот эта полезная. Вот эта дубовая бочка. Дубовая? А, да. Почему нет? Хорошая водка. Воду туда наливать и поливать, например, эти грядки. В общем, разбирать и разбирать. И, по-моему, мать. Тут животных, наверное, держали, судя по всему. Свиней или кого-то. Вон там. Может. Я утеплен. Да, сейчас такой дом построить. Материал. Ох, сколько стоит будет по нынешним ценам. Такой брус. Такие бревна. То есть доски. Все это, конечно. Привести в нормальный вид. И все. Пользоваться. Жить. Прям реально можно какой-нибудь хоррор снимать в такой обстановке. Кто играл в Resident Evil 7. Там, конечно, дом получше был. А вот Resident Evil 8. Там прям вот. Я его, кстати, прошел и 7, и 8. Лезу на чердак. Здесь что только нет. Смотрите. Даже маска сварщика. Мой дедушка сварщиком был. Вообще. Реально. Такую вот темноте тоже увидишь. Ха-ха-ха. Полезли наверх. Лестница крепкая. Прям реально как компьютерная игра. Какой-то хоррор. Ну и в хорошем смысле здесь ничего плохого нет. Сейчас, пап, я слезу, слазю еще раз. Посмотрю. А? Да, сейчас. Вот, гармония в прошлый раз. Ну, в общем, я говорю, там какой-то мусор, тряпки какие-то. Вообще, конечно. В общем, так. Здесь надо подделать. Но чердак сухой. Вот, ребята, смотрите. Специалисты по домам. Самое главное, что не течет нигде. Следов воды нету. Самое главное. Старый дом, но достался мне совсем за недорого. Сделать все с ним. В нем хорошо. И жить. Почти всем нравится реально этот дом. Вот, а я его купил просто из-за того, что предложили. Выгодно. Пусть будет. Думал его сдавать. Но в итоге папа с мамой лучше живут, конечно. Ну, да. В общем, друзья, чтобы вы понимали, этот дом куплен из-за того, что предложена была за него привлекательная цена. Я поднапрягся и купил. Здесь хорошая локация. Рядом в пешей доступности. 15 минут неспешного шага. Магазин, станция с электричками до Москвы. Находится в лесу. Буквально вот вокруг меня. Вот это все Мещерский заповедник. То есть граница участка идет туда дальше еще вон по столбе. И здесь чудесно. Прекрасно. Настоящий кайф просто. Да, электрички рядом шумят. Но не бывает, наверное, идеальных мест. А если и бывают, то стоят они совершенно других денег. Понятно, что здесь тоже нужно и вложиться, элементарно двери заменить, кровати купить, воду подвезти, окна. Если деньги будут, сейчас с такими ценами я даже не знаю. Конечно, окна лучше поставить пластиковые. Ну и эти на первое время можно в порядок привезти. Вот, огород здесь сделать, посадить. Вон участок, видите, достаточно много. Здесь много земли, как будто даже больше, чем 18. Прямо так порядочно. Даже если вот от края дома все равно так порядочно много. И это здорово, конечно. Здесь даже чуть ли не футбольное поле можно сделать. Место позволяет. Вот, в общем-то, что. Еще раз посмотрим на домик. Это классический деревянный дом. На крепком фундаменте. В подвал сейчас не стали лазить. Нужно кровать поднимать. Не до этого. А подвал, говорят, он под всем домом. Даже мне соседи рассказывали, которые здесь живут и были в гостях. Говорят, здесь жили люди. Бабушка с дедушкой. Еще вообще давно, 20-30 лет назад, выращивали помидоры огромные, вкусные, сладкие. То есть следили за домом. Потом его продали. Потом еще раз, по-моему, продали. Вот у кого я купил. Люди, которому им оказался вообще не нужен совершенно. Они его продали и рады были. Потому что смысл. Они так мне и сказали. Если дом будет использоваться. Ну, я думал, что здесь сдавать его со временем. Многие мне писали о том, что живи здесь, в этой усадьбе. А мне моя нравится больше, если честно. Да, это, смотрите, классный дом. Привести его в порядок. Все хорошо в нем, реально. Ну, за внешней вот этой неказистостью. Крепкие стены, крепкий пол. Фундамент, основание. Крыша, которая еще, может, и меня переживет. Не знаю. Это антенный кабель. Я в прошлый раз удивлялся. Это всего лишь антенна. Антенна. Ну, да, логично. Вот же она. В прошлый раз не заметил. Нафиг он нужен? Вообще, нафиг этот телевизор нужен? Даром. Я его не смотрю с 2002 года. Вот, даю вам просто рассмотреть в деталях, если кому интересно. Знаете, я сам смотрю один канал. Заброшки. Заброшенный мир. Со второго аккаунта подписан. Вот здесь, конечно, еще не настолько упадок и заброшка. Но если оставить его без движения, то через 5-10 лет. Хотя, знаете, автор тоже самое снимает. Заходят в такие дома. В общем, сарась носить. Я рад, что папа тоже самое сказал. Потому что кто-то из вас пишет оставить. Ну, куда вот эту жесть оставлять? Вы вот представьте, вы бы себе вот такое оставили на участке. Я не понимаю, кто вот пишет том, что сарай может пригодиться. Ну, куда? Зачем? Животных держать явно не будем. Ну, 100%. Хотя, не знаю, папа с мамой, может, там курочек заведут. Уже их дело. В общем, зайдем еще раз в этот домик. Вот, преобразится все, конечно, когда все лишнее выкинем. И мне хочется, конечно, весь дом, я уже говорил не раз, сделать таким. Не любитель я зеленого цвета. Кухня небольшая. Она не отапливается. Хотя какая небольшая здесь, блин, побольше, чем во многих квартирах. Метров, наверное, 10-то точно есть. Ну, да ладно. Сам дом, безусловно, печка русская. Это шикарно. И вроде как она, с ней все в порядке. Привести ее в более приличный вид. Три заслонки, с которыми я уже разобрался. Соответственно, там настоящая русская печь. Вот именно там томленые щи, каши, там угли. Ну, буквально там горит огонь. Топка очень большая. С большой кочергой. Вот, естественно, кочерга должна быть по эту печку. Вот она, большая, хорошая кочерга. Ну, и здесь изначально, я так и думал, и папа хочет, помогу. Сделаем, продлим. И, соответственно, на этой печке можно будет греться. Просто спину греть, выздоравливать, оздоравливаться. То есть у моей сестры также сделана, кстати, такая же печь. Может, чуть-чуть больше, и также досками продлена. А здесь дровница, получается. Здесь подвал. Ну, не стали мы сейчас лазить. Подвал, говорят, под всем домом. Мне это сказали даже не владельцы этого дома. Там женщина. А мне люди, которые здесь были еще давно. Им самим лет по 60. Они вот помнят еще все. Здесь огромный подвал под всем домом. Сухой, при том, который не затапливает. Счетчик надо перевесить на улице, естественно. Вот. Все. Привести в порядок. Я постоянно говорю, ну, просто глядя на все это. Вот. Конечно, так и хочется побыстрее все это сделать. Чтобы можно было с комфортом жить. Чтобы не было старых чьих-то вещей. Хотя здесь дети жили. Здесь огромное количество. На кухне, например, для младенцев, питания. Очень много всяких детских вещей осталось. И вид отсюда замечательный. Из окон. Прекрасный вид. В общем, вот такая вот небольшая экскурсия, по-моему, получается, третьему дому. Папа оценил. Ему все понравилось. Я ему помогу, конечно, максимально все это обустроить. Лишнее выкинуть. Закупить всем необходимым. Главное, чтобы деньги были. Все можно сделать. Вот. И пойдемте тогда. Все, ключ от самоката. Ключ от замка. У папы два ключа. Я не вижу в этом какого-то большого смысла. Вряд ли он заржавеет. Ну, раз есть, пипка такая. Чтобы вода внутри. Чтоб он не замерзал. Короче. Все. Крепкий замок. Все. Видно, что хозяева в доме теперь есть. Ну, еще напоследок. Полюбуемся прекрасной березкой. Лавочка здесь просится, чтобы сидеть, наслаждаться. Вот она, ЖД, станция, рядышком. Ну, и спасибо этому дому. Пойдем к другому. Сейчас мы здесь закроем. О, здесь даже что. А, это насос. Колодец, значит, есть. Вот я и хотел по весне прийти сюда, чтобы, не дай бог, не свалиться. Я же не знаю, что здесь на участке. Опасно. Может, где-то колодец разобрали, а остался незакрытый. Все нужно, конечно, смотреть, когда снег сойдет. Ну, и папа также согласен, что он говорил, давай я сюда сейчас зайду. Ну, куда сейчас заходить вот по такому снегу, в такой дом? Тепло хоть будет, понимаете? Как-то по-другому работаться будет, все освобождать. А сейчас-то что? Закрываемся. Этот замок потом собьем. Ну, два баллона есть. И вот здесь, кстати, правильно. Баллоны газовые хранятся, как и нужно, по уму, не в доме. Вот, ну ладно, пойдемте. Электричество в доме есть. Данные я подаю. Все хорошо с этим. Там классный дом впереди, реально. Да, самокат, конечно, очень меня выручает. Ультрон Т-103 покупал за 52 или 55. Сейчас он уже 80 стоит. У меня вторая версия с гидравлическими тормозами. Но была проблема через сальник. Не помню, рассказывал или нет. Попала вода. И, соответственно, Саня его перебирал. Саня большой молодец, респект ему. Перебрал самокат практически полностью. Оплетку перебрал, соответственно. Почистил все. Красавчик вообще. Сейчас такой самокат, конечно, стоит уже других денег. Я не удивлюсь, если под сотку такого уровня будет стоить. А здесь всего-то только задний привод. Он не полноприводный. И на этом самокате, сколько я, Тимура и Артура, они со мной жили еще год назад в Алтушке. В Алтуфьево. И я, соответственно, их обоих ставил. И первую скорость включал. Не больше 12 километров. Соответственно, обоих сыновей вез. Тимура на карате, на футбол. Ну, каждый день фактически. Только, по-моему, у меня в среду был выходной. Столько со школы ребенка забрать. А 4 дня в неделю, соответственно, куда-то ездили. Самокат очень сильно выручал. Потом Артура возил еще. То есть много на нем уже поездил. В общем-то, классный самокат. После этого на недорогие встаешь уже не то. Здесь все-таки амортизация хорошая. Но, блин, выбирал я его по отзывам. Ультрон многие хвалили. Но в итоге все равно косячный оказался. Ну, надеюсь, послужит. Продавать я его не хочу. В общем, все. На сегодня выпуск об усадьбе номер 2 закончен. Счастливо всем. Будьте здоровы. Будьте успешны. Будьте позитивны. Данных выпусков с уважением ко всем Давид. Счастливо, друзья. И знаете, еще добавлю. Я получил просто сейчас непередаваемое удовольствие. Полдороги уже проехал. Это настолько классно. Настолько классно. Я хочу себе в будущем купить мотоцикл. Или даже два. Один для такой спокойной езды, передвижения. А второй что-нибудь такое кроссовое, дерзкое, мощное. Но основной я остановился, чтобы показать вам красоты Мещеры. Это просто бесподобно. Даже сейчас, в конце марта, когда еще снег. Напомню, что я первую усадьбу купил в конце сентября. Летом тут вообще все зеленое, красивое. Очень красиво. Очень. Ну и между двумя усадьбами, соответственно, всего несколько километров. Можно и пешком дойти, и быстро доехать на машине, либо вот на колесе, на транспорте. И сестра здесь живет. Моя родная сестра, соответственно, недалеко. И родители теперь здесь будут жить. Еще раз полюбуемся около моей усадьбы нетипичными для Владимирской области шикарными дорогами. Все, кто сюда из местных приезжает, они все вообще говорят, это вообще как? Откуда? Потому что доводилось мне ездить на машине. Плитку отвозил в Кольчугино, и между усадьбой и Кольчугино это, конечно, полный ад. Здесь же, сами видите, великолепно все. Самое главное. У папы хотел спросить, просто забыл как-то, его впечатление о доме. Он ему понравился, и даже лучше, чем он ожидал. Всем нравится этот дом, потому что это настоящий крепкий деревенский дом. Как и говорил, с удовольствием всем помогу, и все отлично складывается. В общем-то, ему дом понравился, действительно понравился. Также он со мной разделяет то, что сарай нужно снести, выкинуть, все, безусловно, это, конечно. И вполне себе домик хороший будет. В общем, ладно, пойду я тогда сейчас монтировать это видео. Пойду я сейчас монтировать это видео, все потихонечку тает. Еще раз посмотрим на мою усадьбу с лица. Все растаяло, все почти растаяло, точнее. Ждем лето, ждем весны.